Здравствуйте! Почти 400 лет назад великий итальянский архитектор и скульптор Джованни Лоренцо Бернини сказал, «Наибольшей похвалы заслуживает тот архитектор, который умеет соединить постройки красоту с удобством для жизни». Спустя несколько веков американский писатель Рэй Брэдбери в своем рассказе «Механический хэппиленд» писал, «Первая функция архитектуры – это радовать глаз, напоить свежим кислородом, изменить человека, вызвать у людей желание жить, вырастить их возвышенными и сделать добрее». Все это составные, важные составные части такой сферы, как устойчивое строительство и устойчивая архитектура. Именно об этом мы сегодня и поговорим. В студии я, автор и ведущая программы Лия Байрамова и наши сегодняшние гости – архитектор, дизайнер Лила Абрагимова. Здравствуйте, Лила Аханова. Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Вам спасибо, что пришли. И хочу сразу перейти к основной теме нашей передачи. Вот это понятие устойчивая архитектура, устойчивое строительство, оно, в принципе, относительно новое как термин, но существовало всегда. Всегда. И я думаю, мы к этой теме вернемся. Не раз во время передачи эту тему затронем. Расскажите, в чем смысл сегодня, как это воспринимается, устойчивое строительство и устойчивая архитектура? Чтобы сказать, супер-супер понятно, это архитектура, которая не вредит никому, ни на какой стадии. Если перевести на английский, sustainable architecture или sustainable design, я буду объединять эти два понятия иногда, потому что глагол to design означает проектировать что-то. Это такая архитектура и такой дизайн, который не вредит ни одному же существу на всех этапах, пока это происходит. На этапе, когда архитектор проектирует, я считаю, что условно, если я проектирую и каждую минуту выбрасываю бумажки, потому что, например, я часто работаю вручную, то я уже не sustainable, потому что я использую очень много древесины и бумаги. Дальше идет стадия проектировки, и, допустим, конструктор закладывает ненужное количество, дополнительное количество бетона, арматуры, того сего, 3-го, 10-го. Она уже не sustainable. Непродуманное, просто как бы основываясь на каких-то неактуальных ГОСТах, СНИПах, стандартах и так далее. Просто потому что неохота изучать новое. Такое, к сожалению, тоже есть по всему миру. Дальше, когда идет строительство, никто не заботится о safety тех строителей, которые там работают. Безопасности. Безопасности, да. Я говорю не только о масках, касках и так далее, или там вот эти safety boots, эти ботинки, которые там с металлическим носом, но и об их, наверное, я покажусь такой наивной, но об их эмоциональном здоровье в том числе. То есть это та архитектура, тот дизайн, то, что не вредит. И потом это должно, соответственно, не вредить тем людям, которые это эксплуатируют, тем людям, которые там живут. Я помню, когда я училась в универе, у нас был такой замечательный преподаватель по материаловедению с фамилией Байер. И он нам рассказывал, что про линолеум. Он говорит, вы знаете, если у вас дома есть линолеум, пойдите, пусть вы студент третьего курса и сдерите его. И рассказывал нам историю о том, как у кота начали там выпадать ухики, шерсть и так далее, потому что для того, чтобы увеличить производство этого линолеума и постелить в эти вот коробочки бетонные, которые вот в Хрущевске, да, вот в Хрущевского периода, их стали делать очень быстро и с нарушением технологий. И они выпускали формальдегиды и прочие вредные вещества, от которых маленькое животное страдало, но большой человек тоже страдал. То есть просто накопительный эффект это давало, да. Это вот совсем не sustainable, это совсем не устойчивое строительство, да. И теперь это все нужно сносить, видите, все здания попадают под план сноса по всему бывшему Советскому Союзу. То есть здание от момента, когда архитекторы его проектируют, до момента, когда оно обветшало и его нужно демонтировать, оно должно быть устойчивым на каждом уровне. Ведь совершенно фантастическую и эргономичность, и устойчивость имеют до сих пор оставшиеся редкие экземпляры, редкие примеры обширонских дач. Когда были окна расположены друг напротив друга, чтобы создавать естественную вентиляцию. Когда окна выходили туда, где больше тени, на ту сторону. Большие веранды тоже проветриваемые. То есть все давало возможность использовать естественное кондиционирование природное и естественный свет. И даже вот эта устойчивость, это уважение к соседу, когда ни одна обширонская дача не смотрела окнами в чужой двор. Чтобы сохранить вот эту дистанцию, чтобы сохранить приватность соседей. Если сегодня же во многих совершенно странах постсоветских, и не всегда даже постсоветских, очень часто не учитываются вот эти возможности использования природных естественных ресурсов, как света и воздуха, чтобы в доме тратить меньше соответственно и отопления, и кондиционирования, и в каких-то случаях даже сберегать водные ресурсы. То есть это же все связано между собой. И я бы хотела, чтобы мы сделали акцент на эргономичности архитектуры. Какие сегодня, может быть, самые яркие проекты, которые об этом говорят. Вот очень много я знаю и видно в странах делают солнечные панели на крышах домов. И сам дом, само домоводство вот это может использовать частично свет, либо за счет полученных ресурсов освещать дворы, освещать подъезды. Либо делают вертикальные сады, создаются. Например, во многих дворах, если двор маленький, но чтобы его озеленить, таких примеров тоже есть, это современная архитектура. Хотела бы поговорить с вами на эту тему. Ну, во-первых, я как раз тот счастливый обладатель Абширонской дачи. У меня дедушка был архитектором, реставратором. Он основатель реставрационной школы Азербайджана. Что интересно, наша дача построена в 1966 году. И все мои друзья-архитекторы из разных стран мира, кто приезжают туда, они до сих пор такие, вау, как это можно было спроектировать в 1966 году и построить в 1966 году. Наша дача, она была 7,5 на 7,5 на 7,5. Это был куб. Обращенный всей световой частью на восток. И у нас были панорамные окна с пола первого этажа до потолка второго этажа. Обязательно, вот как вы сказали, были выносы. То есть это был куб, но он чуть-чуть был заглублен. И, соответственно, и на втором этаже была теневая терраса, на которую ты утром мог выйти, чтобы полюбоваться рассветом. И на первом этаже была вот эта теневая терраса. Дом был построен так, что у нас вокруг дома стояло три стола. Мы завтракали за одним столом, обедали за другим столом, ужинали за третьим столом. И, соответственно, в зависимости от инсоляции, в зависимости от того, где была тень, мы сидели, соответственно, там. Очень интересно. Эту дачу продувает и Хазри, и Геловар. При этом система окон, как вы правильно сказали. У нас были две абсолютно глухие стены, но в одной из стен было слуховое окошко. Очень высоко. Из него невозможно было посмотреть во двор соседу. Но свет, тем не менее, или воздух попадал. Да, туда попадало очень много воздуха. Золотое правило архитектуры, правило трех F. Form follows function. Форма следует за функцией. И вот эталонно наш дом соответствует вот этой фразе. Он построен весь из камня кубика, то есть из материала, который свойственен именно Азербайджану, именно Абширону. Продумано буквально все, и это настолько просто, настолько элегантно и настолько лаконично, что вот уже почти 60 лет этот дом восхищает всех, кто туда приезжает в гости, и не вызывает у нас желания ничего там изменить, потому что все правильно. Все комфортно. Все комфортно. Есть прямая корреляция между эргономичным строительством и качеством жизни людей. Абсолютно. Среда формирует человека, так же, как человек формирует среду. Я всегда говорю, покупайте, есть фраза, да, покупайте тот костюм, который соответствует той должности, которую вы хотите иметь, а не той должности, которую вы занимаете сейчас. И я говорю, имейте то пространство, которое будет формировать у вас новые привычки. То есть как бытие формирует сознание, так и вы считаете, что... Твой дом или твой офис тебя формирует. Недаром такие гиганты, да, компаний, как Google, Microsoft, я не знаю, Amazon, они делают фантастические, феноменальные офисы, именно пространство офисное, потому что они больше не... Если мы посмотрим даже фильмы, допустим, про Америку, периода между двумя там войнами, да, там, 30-е годы и так далее, то они сидят все в кубиклах, да, каких-то, или вот биржа эта, да, вот где они все там играют на бирже и показывают, что люди все сидят, у каждого перед собой маленькая печатная машинка, телефон, коммутатор. И это и способствовало созданию огромного стресса, собственно говоря. А теперь какие офисы? Ты сидишь со своим лаптопом там, где тебе удобно. Хочешь на диване, хочешь на стуле, хочешь высокая посадка, а у тебя варикоз, скулонность к варикозу, тогда давай мы тебе там подушечку под ножки подложим. И это действительно так работает. Но мы можем начать хотя бы с дома, да, сделать дом настолько эргономичным, настолько удобным и прививающим правильные привычки. Особенно детям, которые в нем растут. Особенно детям, которые растут. Потому что все жалуются в инстаграме, в соцсетях, что ребенок поздно засыпает, не может рано проснуться. Так повесь ты ему шторы с блокаутом, которые будут затемнять, и в 7-8 вечера задергиваешь шторы и включаешь мягкий, теплый свет, который постепенно снижает уровень подопряженности, начинает вырабатывать мелатонин, ребенок начинает зевать, в 9.30 ребенок спит, утром ребенок просыпается здоровый. Ой, блокаут очень тяжелый. Мы повесим тюль, но пусть ребенок спит рано. Засыпает рано. То есть мне приходится сталкиваться с очень большим сопротивлением у людей. Вроде они хотят жить хорошо, здорово и здорово, но при этом есть какие-то установки в голове, которые мешают. То же самое про материалы мы говорили. Паркет-ламинат. Я говорю, просто матрас кинь на пол и спи, но сделай натуральный пол, не делай ламинат. Я один раз за 12 лет своей работы в Баку использовала ламинат. Один раз. Вот за 12 лет существования моей компании. Потому что я считаю, что не нужно эту пленку использовать дома. Ну не нужно. Лучше досками забить, лучше пойти обойти все магазины в городе и найти на скидке какой-то натуральный материал. То есть я отговариваю от любой синтетики во всем. То есть, по вашему мнению, даже натуральный камень, который селит в основном так же на дачах, на полу, он лучше. Смотря какой. Например, песчаник наш великолепен. Аглай. Я выше уже затронула вопрос о солнечных батареях, о зеленых садах. На самом деле, насколько их можно порекомендовать людям, у которых маленькие дворы или нет тени, недостаточно, но нет возможности. Насколько это актуально вообще, эти вертикальные сады? Насколько они себя оправдали? Вы знаете, мне кажется, они больше для... Есть определенные растения, для кислорода, потому что есть растения, которые поглощают кислород, а есть, которые источают. Это больше для кислорода и больше как элемент декора. И вертикальные сады хороши. Почему они получили такое широкое распространение в Азии? Потому что очень дорогая земля и, соответственно, строят очень высокие здания и вертикально их озеленяют, чтобы был тот же самый кислород. И чтобы здание не нагревалось, не охлаждалось. Не нагревалось, не охлаждалось и так далее. Если мы говорим о каком-то масштабном, высотном строительстве, то да, оно актуально. Не думаю, что оно актуально на Абшироне настолько сильно. Хотя солнышко у нас достаточно жгучее. В регионах, то есть в горах вертикальные сады вообще не актуальны. Здесь больше про столицу. Но солнечные батареи это очень классно. К сожалению, у нас не так много компаний пока на рынке, которые занимаются солнечными батареями. Мне кажется, не все домохозяйства еще готовы. Хотя видно, опять-таки, возвращаясь к теме Абширонских дач, кто-то уже устанавливает, чтобы хоть как-то греть воду, может быть, за счет этого. Или опять-таки освещать двор. И очень хороша идея с освещением двора за счет вот этих ламп, которые накапливают. Иногда нужно просто объяснить, что это выгодно тебе самому. Люди не умеют считать деньги. Да, что это выгодно тебе самому. Даже не только о деньгах идет речь, речь идет и о здоровье, и о будущем детей. Нет, нет. Деньги, к сожалению, тема более триггерная, чем тема здоровья. Вы знаете, все говорят, когда поднимают тост у нас, говорят, за здоровье, за то, за сё. Я всегда усмехаюсь с абсурдности. Человек пьет водку, вино и говорит про здоровье. Потому что нейронная связь, она не срабатывает, что на самом деле ты в этот момент своему здоровью этим мобильным застольем вредишь. Но тема денег, она действительно очень триггерная. К сожалению, паттерны поведенческие даже у людей, которые могут себе позволить нанять архитектора, я не говорю о тех, кто самостоем, самодеятельностью занимаются, даже у них вот эта негативная установка, скажем, паттерн, он остался. То есть именно про деньги. Вот я недавно говорила, появилась в Баку очень классная компания, которая занимается как раз устойчивым светом. И за 30% разницы на маркетплейсе, 25-30% на маркете, плюс, они чуть дороже, можно получить еще проект этого своего освещения. И проект освещения будет сделан так, что по нашим бионатуральным ритмам тональность освещения будет меняться, соответственно, в течение дня увеличивая работоспособность, к концу дня уменьшая нашу работоспособность, ты все это можешь управлять через телефон, через iPad, через планшет какой-нибудь, да, и это все как бы как умный дом, но не в значении там трех лапка включился кондиционер, да, а именно это очень сильно завязано на здоровье. Вы знаете, даже мне, человеку, который искренне в это верит и поэтому может быть очень красноречив на эту тему, очень сложно эту мысль донести для потенциального заказчика. Но тут, если говорить про деньги, идеальный пример, все, что эргономично, это все дешевле. То есть, почему даже сейчас вот переход на альтернативный источник энергии, он стоит, вот посчитали же мировые цифры, там стоят триллионы, каких-то триллионов, но потом же эффект отмел. То есть, ты платишь, ты платишь больше, но ты, как мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. То есть, если заплатить один раз, то потом в перспективе цены за счета за электричество будет меньше. Опять-таки, я хочу вернуться к Пширонским дачам. Когда ветер продувается, ты не используешь, правильно построен дом, правильно спроектирован, ты не используешь кондиционер, соответственно, может быть, ты один раз там условно платишь архитектору или платишь проектировщику, который это все продумает, но потом в течение каждого года у тебя счета как-то сокращаются за использование электроэнергии за даже опять-таки та же вода, когда ты ее меньше тратишь, потому что если правильная тень, если там не выгорает все зеленое вокруг дома, ты не вынужден это поливать там круглосуточно или делаешь правильный полив, автополив. В правильное время, в утренние часы. То есть, это все, да, это нужно рассчитать, да, на это требуется ресурс, да, на это требуется время, на это требуется средство, но в дальнейшем перспективе, во-первых, это комфортно, во-вторых, это надолго, в-третьих, это на самом деле устойчиво, и мне кажется, дети, которые растут в этой среде, если мы говорим всегда о воспитании будущих поколений, они понимают, они это больше ценят, они к этому с большим уважением относятся, и опять же, всегда мы говорим на передачах с гостями, какой бы специальности, какой бы сферы они ни были, все начинается с человека, да, то есть, если он устойчив, если устойчива психика, устойчива здоровья, устойчива его взгляда на жизнь, его окружение, соответственно, и микромир вокруг себя, и общество дальше, и страну он будет строить в максимально устойчивом, максимально здоровом, максимально правильном состоянии находить, и на самом деле это понятие устойчивое развитие, еще раз хочу подчеркнуть, это не просто про экологию, экономику, или там, социальное направление, это на самом деле очень глубоко, это намного глубже, чем многим кажется, и я как человек, который уже 25 лет этой темой занимается, я поражаюсь, как много можно узнать из каждой отдельной, даже вот, сферы, и как много можно понять, что все сферы нашей жизни вне зависимости от своего направления, от своей непохожести друг на друга, на самом деле связаны между собой. Мы все единое целое. Единое целое, да, и это на самом деле не какая-то не просто слова, а риторика, а на самом деле все так и есть, все в нашем мире взаимосвязаны. И поэтому я хотела бы спросить, какие шаги, может быть, могут предпринять владельцы домохозяйств, вообще застройщики мелкие, не крупные компании, имею в виду, чтобы улучшить, увеличить эргономичность и устойчивость своих домов? Сложный вопрос, но иметь на это желание. в первую очередь. И если ты сам об этом только краем уха услышал, но тебя это зацепило, найти того, кто это умеет делать, кто в этой теме разбирается, или изучить эту тему самостоятельно и начать, знаете, дорогу осилит идущий, да, дорогу осилит идущий, путь в тысячу миль начинается с одного шага. все очень индивидуально, если что-то доступно одному человеку, это доступно и другому, да, главное захотеть, вот если он захочет что-то изменить в своем доме, он там тут форточку прорубит, уже хорошо, один лучше, чем ноль, да, ты завесил окна тем, что помогает твоему ребенку спать, через месяц ты чувствуешь, ребенок стал спокойнее, устойчивее психологически, он стал высыпаться, у него улучшилось настроение, из тебя снялось куча забот, которые, например, на тебя обваливались, да, потому что там твой ребенок плохо себя ведет в школе и тебя регулярно жалуются, и ты понимаешь, что просто штора, она тебе просто, тебя перестали вызывать к директору, да, это какая связь между шторой и директором, да, то есть штору закрыли, ребенок начал высыпаться, и к директору перестали вызывать, понимаете, и так, я вот говорю, у меня мурашки, потому что это реальные истории из жизни, просто стал, там, при проектировке дома правильно расположил окна, начал держать окна открытыми, и за ночь, когда вся пыль оседает, ты надышиваешься, смог надышаться, наконец, свежим воздухом, и тоже тебе стало лучше, да, и ты такой, и не надо ходить к доктору, и с сердцем все нормально, не надо пить там эти, прыскать нитроглицерин, или что там люди, сердечники прыскают, то есть реально маленькое изменение, малюсенькое, оно может привести к значительному улучшению качества твоей жизни, так почему бы этого не сделать? Согласна. Спасибо, что пришли. Вам спасибо, что пригласили. В студии была наша гостья, Лейла Ибрагимова, и я, автор и ведущая программы, Лея Байрамова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин